Кадры, от которых замирает сердце, можете вздохнуть спокойно. Смартфону ничего не будет, ведь он одет в броню. Тонкое покрытие плотно прилегает к поверхности и защищает от ударных нагрузок. Под этим брендом в России работают десятки сервисных центров. Два из них в Новом Уренгое. Запуск бизнеса почти совпал со смягчением коронавирусных ограничений для предпринимателей. Мне просто продажи неинтересны. Хотелось бы что-то творить, делать и предлагать людям. Здесь как раз этот элемент присутствует. Это, я считаю, нишевый продукт, потому что смартфоны меняются, гаджеты меняются, а проблема в том, что как их защитить, она остается. Франшиза – самый подходящий вариант для новичков, говорит Рустам. Но здесь важно не ошибиться. Сначала определиться с продуктом. Будет ли то, что вы продаете, пользоваться спросом. Новый Уренгое – город консервативный, здесь с осторожностью относятся ко всему малознакомому, но готовы тратить деньги на то, что действительно необходимо. Выбрали франшизу, выбираем место дислокации. Все усилия пойдут прахом, если покупатели просто вас не найдут. В этом плане Солнечный – идеальное место для ведения бизнеса. Наш город официально, если я не ошибаюсь, 113 тысяч населения. Ну, по трафику телефонной сети он, наверное, побольше, где-то, наверное, 1200. Но даже в этих условиях у нас трафик МТРЦ Солнечного, он называется не просто торгово-развлекательный центр, называется многофункциональный торгово-социальный центр. Он является якорной зоной отдыха и развлечений. Трафик достигает 350 тысяч, ну, в зимние месяцы, 350 тысяч человек проходят в месяц в этом торгово-развлекательном центре. При населении – 113 тысяч официально. Звучит невероятно, но сейчас, после того, как торговый центр заработал в полную силу, трафик станет еще больше. Но варенгойцы соскучились по походам в кафе и магазины. Это как раз тот случай, когда несчастье помогло. Открывать новый бизнес стратегически выгодно. Даже если у вас нет никакого опыта, в Солнечном, например, есть целый отдел консультантов по подбору франшиз. Специалисты подскажут самые прибыльные сферы бизнеса и помогут подобрать помещение. У нас в торговом центре площадь от 30 квадратных метров. Но нужно не забывать про островки, которые также расположены по всему периметру торгового центра. То есть, если предприниматель открывает какой-то мелкий бизнес, какой-то небольшой магазин, достаточно будет арендовать островок. Если же это большой магазин с хорошей большой площадью, то можно будет выбрать любое помещение свободное, которое сейчас находится в торговом центре. От 30 квадратов до приблизительно 200. Открыть свое дело можно даже с небольшими инвестициями. Кстати, часть арендаторов Солнечного успешно совмещают коммерцию и найм. Как Рустам, уходить с основной работы он не планирует. Бронирование мобильной техники для него хобби и дополнительный доход. Лала Гасанова, Юлия Пегушина, Вера Баранова, Андрей Тихонов, Ти-радио компания «Сигма» для НУР-24.